ребята всем привет давно мы с вами не виделись сегодня у нас будет отличный выпуск стендап в израиле мы проговорим про стендап я вас познакомлю с нашим офигенным ваней зуевым и поэтому ставьте лайк подписывайтесь на канал и давайте знакомиться ваня расскажи кто ты и как ты попал в израиль на самом деле как я попал в израиль это долгая история я вообще позиционирую себя как комик организатор мероприятий в хайфе в основном юмористических но сейчас мы делаем музыкальные мероприятия в ревайл где мы это все снимаем собственно как я попал в израиль я в общем-то уехал из украины еще девять лет назад почти день 10 наверное уже да вот жил в египте почти год работал там аниматором в отеле в отелях разных в шармай шейхи в основном был там потом там месяц в каире поездил немного по египту там уже появились как друзья у меня вот ну и решил заехать к другу на массу на недельку в израиль ну и уже почти девять лет я тут вот в принципе мне все нравится ну это было спонтанное решение и израиль затянул себя ну приятно скажи по поводу своего амплуа это как-то с чем это было вызвано просто с жизнью ну смотри во первых дреды почему дреды у меня просто были в определенный момент были длинные волосы и я думал ну что мне сделать обычную прическу как раньше ходить в общем или можно что-то проекспериментировать я решил что ну дреды прикольно было бы сделать не всегда нравились дреды я просто себя не представлял например там в донецке откуда я родом с дредами на улице ну во-первых с длинными волосами не представлял то есть мы была довольно длинная прическа но по меркам донецка но это было всегда пределах допустимой нормы какой-то вот ну а потом когда уехал уже из вообще из украины египте как бы было не очень как бы важна прическа там или что-то еще потом она легко складывалась в хвостик но потом когда волосы уже реально начали мешать думала что-то делать и вообще жена предложила сделать дреды я подумал никогда реально не об этом не думал хотя мне нравились дреды всегда в принципе воп марли культура все эти дела в общем ну и да сделал дреды а усы у меня папа всю жизнь ходил с усами и мне никогда это не нравилось это казалось странным я всегда смеялся над усатыми людьми и вот решил что это подкрепит мой образ просто закрепит его не знаю как то вот так вот раньше всегда сбривал бороду оставлял усы смеялся и сбривал усы все проходили какой-то определенный момент да я вышел из кабины можно так сказать вышел шкафа ну теперь все я усатый человек у папы постер открывать и павла зеброва не было не ну павла зебров у него другой вид это не наш уровень а не будет просто усы это усы как говорится так расскажи почему выбрал хайфа ну смотри когда я только переехал в израиль получается я поселился в районе таханы мерказит в тель-авиве снимал там с соседом комнату вот потом узнал что он нюхает да я это в общем то узнал в последнюю уже неделю нашего месяца совместного я видел что он зависает и тогда не знал как ведут себя люди вот а потом я увидел он мы собрались разъезжаться в конце месяца и он просто перестал прятаться я понял а так вот почему он засыпал за рабочим столом стоя наверх дай стоя иногда я потом уехал пожил немного в батьями вот где-то может чуть больше года что я скажу за батьям как тебе понравился батьями получается мне сильно нравилось потому что это были первые мои годы в израиле понятно что в батьями ты встречаешь много людей которые просто турист или тоже только приехали либо же не на заработках и скоро уедут и в принципе это это в твоей своих пределах ментальности ты приехал в израиль в общем когда все что-то рассказывает у всех такие же проблемы как и у тебя по сути и я в общем с теплом вспоминаю про батьям прикольно было там жить он небольшой городок плюс море близко набережная красивая то есть ну как бы можно было как-то совмещать если с тяжелой работой какой-то израильской особенно когда люди вот на заработках они вообще не выходят из квартиры как бы я изначально не думал о заработках я хотел посмотреть еще повиснуть в израиле вот ну и в какой-то момент я стал играть в квн у меня появились где-то друзья в хайфе и какие-то еще там знакомые люди кто-то мне в общем разрекламировал хайфу в плане что нормальный город там много типа русских в принципе ну там было в тот момент очень много команд квн здесь и как бы я думал что пока я здесь поиграю в квн я играл как просто моно команда вообще ну один в команде получается и ни к какому городу не привязан по моему мне писали какие-то города то батьям суть никакой роли это не играла короче я просто переехал в хайфу думаю ну поживу здесь позанимаюсь кого нам здесь когда переехал получается закрутилась завертелось мы решили стендап сделать из тех кто писал там шутки в кого они собрались вырисовалась к этой комьюнити и ты увидел в этом перспективы в принципе потом встретил свою жену и понятно закрепился в хайфе на долго во всяком случае до теперь я в хайфе но посмотрим как еще будет складываться наша жизнь глубоко в принципе это самое безопасное самое приятное место много плюсов конечно которые ну которых просто не встретишь ни в каком другом городе от автобусов круглосуточно да ну какая разница метро нет даже просто на автобус главное что если дежурные автобусы которые ходят ночью и шаббат тоже ходят ну и в принципе конечно это не основная как бы статья до что общественный транспорт но это все равно очень удобно плюс как бы есть магазины которые открыты есть куча каких-то мест публичных все такое ну только на одаре наверно закрывается на шаббат ну это опять же все это конкретно вот район поэтому как бы ну абсолютно светское общество больше больше и больше новых людей это молодых репатриантов ну короче я уже здесь многих знаю просто из своей сферы влился в город можно так сказать да конечно но в принципе он довольно спокойный такой тихий городок хотелось бы немного больше нас лишь то жизни вот не он не 8 вечера засыпала хотя бы там в 11-12 чтобы хоть кто-то был на улице это было бы веселее ну мы к этому идем вроде бы как у нас там политика курса хайф и как бы меняется вроде у нас молодежное правительство теперь юная поживем увидим да да вань скажи в чем разница жанр стендапа от других юбористических жанров ну смотри как бы да юмористических жанров много это не знаю от комедии просто в театре там до рассказывания анекдотов просто есть люди еще давно было такое на видео когда ребята в одессе собирались и просто рассказывали подряд очень много анекдотов по сути как бы можно воспринять как стендап но все-таки есть стендапе какие-то свои особенности частности это самое главное что должно быть в стендапе это свобода мысли свобода слова то есть ты должен озвучивать мысли которые прямо у нас в голове ну то есть чем ты точнее попал в ту мысль которую каждый себе произносит там дома после работы тем ты лучше справился со своим со своей задачей стендапе стендап как правило это о себе ты расскажу как бы обык попалась надо пишут сами себе люди но не знаете выбирают помощи автора все равно направляют какие-то векторы и выбирают это шутки которые именно свойственны близки им непосредственно ну ой в целом конечно же ну набор шуток на одну тему или там когда человек входит какой-то образ и как бы изображает кого-то и при этом шутит трудно отличить от стендапа возможно но в целом все-таки в стендапе есть вот эта вот особенность того что ты шутишь о наболевшем о себе о своем личном опыте ну как бы наверное это основное да не брезгуя крепким словцом вообще просто в стендап чем его прикол он образовался как бы давным-давно конечно же там выделять их то первых там стендап комиков аля там 800 какого-то 1800 года там в америке но в целом этот жанр зародился в момент вот когда был сухой закон было кабаре в подпольных всяких барах и люди конферанция которые объявляли коллективы кабаре или конкретных там девушек там вызывали на сцену вот момент пока там девушки переодевались или что-то еще там надо было тянуть время они что-то говорили людям тянули время общались залом какой-то момент пришли к тому что хорошо говорить тосты потому что люди в время пьют на этом зарабатывает бар еще больше вот и поэтому то что стали там какими-то искрометными интересными остроумными и был такой случай когда получается кабаре было не очень а человек конференсе который объявлял это все так хорошо блестящий шутил что люди стали смеяться там попать и говорить там не надо уходить чувак нафига это кабаре давай оставайся все и так подумали о том что это может быть отдельным жанром да но стал отдельным жанром в основном стендап изначально состоял из лозунгов больше даже не и тут я же говорю как пост не из какой-то шутки обязательно просто говоришь там а правительство не видит чтобы здесь делаем и там бьют и все это как бы вызывало просто реакцию поэтому в культуре стендапа есть такой момент до что ты услышал мысль которая тоже думаешь или интересно тебе тему ты аплодируешь автоматически спрашивают когда от люди не для красного словца в стендапе там у всех же такое было когда вы там выходите из супермаркета и у вас там надо вам парковать тележку комик спрашивая таким образом он говорит это не просто так он говорит это для того чтобы люди действительно похлопали поддержали в тех именно те у кого так бывало или те кто видели как такое бывало например понимаешь и ну соответственно допустим в к вне да у нас есть такая игра квн в нашей культуре не значит уже где-то лего смеха да где-то там квн еще по-прежнему идет вот но там тоже сформировалась там вот ему сколько там 70 лет 50 лет сколько там улет неважно ты за мастякова или мастякова под 80 наверное уже ну не суть здесь будет жить вечно как бы пусть будет как ленин может быть нам не скажешь что он умер просто будем к нему приходить а где-то будет лежать и собачков болеет ну ладно короче не суть например короче в кого не за вот эти годы чтобы или просто тоже выработалась своя культура люди которые приезжают на фестивале к вен значит такое захлопать команду это когда команда выступает не смешно люди начинают зал произвольно хлопать так чтобы ну не было не было слышно что они вообще со сцены говорят они получаются ну такой шум стоит зале что они пытаются говорить они понимают что их не слышно и просто команде ничего не остается делать она уходит форма бойкота отмена команды если ты видишь что ну тебе не интересно и вот чтобы это проходило еще пять минут потому что там 600 команд на фестивале ты хочешь увидеть смешные ты начинаешь просто произвольном моменте хлопать ну и команда называется захлопана она ушла например да есть такой прикол как паровоз это когда люди начинают медленно хлопать происходит произвольные хлопки а потом они перерастают быстрый паровоз потому что медленно она разгоняется и уезжает короче ну это момент катарсиса да от зала когда там восторг когда что-то там супер шутка или там четвертая подряд смешнейшая шутка и когда шал просто разрывается есть такие вот культу внутри культурные элементы которые украшают как бы которым ты стремишься если какие-то стандарты знаешь вот этому нужно похлопать это было круто это например не круто такие темы подбирать поднимать ну короче просто там ходы и воистические оценивают то же самое зритель вот но к этому еще в стендапе как бы на русском люди не пришли то есть там на западе это изначально как бы с этого и начиналось а ну например в странах снг это появилась телепередачей стендап на тнт многие люди оттуда узнали вообще что есть такой стендап то есть появилась сразу телепередача которая скопировала как бы до западный жанр западный прикол опять же там говорят там задорнов там был стендап комиком там или жванецкий на самом деле вы можете заметить разницу если вы увидите там джима джефферса или там и жванецкий жванецкого да например ну понятно что жванецкий прекрасный там сатирик прекрасный юмористический автор и ну в принципе он неплохо рассказывал на свои монологи действительно там личность культовая но это немного другой жанр это просто как бы творческий вечер жванецкого где он читает с листа свои произведения я считаю что нет конечно может быть какой то есть ценители там насчет спорить или что-то еще но прикол стендапа в том что ты не прячешься за какой-то пеленой сатиры за пеленой кого-то там сарказма не говоришь то что на повестке дня типа что и так в принципе люди ждут а ты как бы ломаешь привычную картину понимания человека ты находишь слом то есть ты являешься когда ты прочитаешь стендап ты пытаешься себя смоделировать как необычного человека в обычной ситуации в обычных условиях поэтому ты как бы берешь самые типичные какие-то моменты которые последуют нас и пытаешься на них посмотреть по другим углом в принципе это весь юмор так работает так или иначе все равно как и шутку там должен быть парадокс какой-то слом моменте но стендап типа вот и отличается тем что это твой личный получается голос твой личный по личное мнение твой личный юмор в личный подход жизни к этой получается более индивидуальный жанр получается говоришь рассказываешь свой жизненный опыт через опыт через призму юмора ну по сути да конечно ну то есть когда когда ты начинаешь обшучивать то что уже там обшучивали знаешь или просто пытаешься придумать шутку на повестке дня ты просто придумаешь какую-то шутку на тему о чем-то о чем ты там не знаешь не переживаешь не получил вот задание тебе нужно получить ну пошутить что например там вот ники это плохо принципе в стендапе как бы тебя действительно эта тема должна беспокоить тревожить потому что там ты подаешь информацию эту через призму своего восприятия это и делает как бы в целом весь твой рассказ ну интересным смешным цельным потому что ты рассказываешь о своих взглядах о себе и поэтому как бы ты не можешь ну там не знаю придумать этот образ в него там вливаться и точнее как бы вот любишь если ты сможешь это сделать то никто же не поймет правильно но в целом как правило это ну вот не так работает как правило в образе нельзя долго удержаться особенно если ты пишешь себе шутки сам то есть не может прописать образ в принципе так и происходит на носитесь ну сейчас это на тнт там где-то но опять же я знаю комиков с тнт которые пишут себе сами проверять свой материал также на опыт майка и всю жизнь занимаются юмором и до транслируйте на свое мнение свою позицию в принципе они на пути наверное ну правильному самому что не на есть стендап но там все равно есть какая такой большой нюанс такой фактор что ты не можешь на русском телевидении выражать свое мнение политическое и около политического же просто ну или элементарно ты даже не можешь быть в безопасности если просто расскажешь какую-то историю про своего соседа ты элементарно можешь быть избить так сказать ну просто элементарно ты ну даже в пределах там своего района выступай на этом микрофоне можешь кого-то обидеть послать нафиг человек не поймет шутку и полезет драться принципе никакой правовой защиты у тебя как правило не можешь подать полицию там что тебя побили или ударили но я не знаю очень насколько это там действенный метод да действительно и насколько это не зашкварный вообще подход к драке скорее всего придется там драться за потом за свои шутки за свои слова и поэтому ты как бы невольно фильтруешь какие-то тематики и в то же время опять же если какая-то повестка дня есть это вещи над которыми нарицательно смеются от во всех передачах я не знаю это там какой-то какой-то безликий фильм фемерный какой-то мэр какого-то города желательно маленького да не ну по столичного видишь так не шутят что это столица а вот просто там мэр там какого-то там провинциального города или там какой-то депутат какой-то провинциальный там провинциального горосполкома короче вот такой вот про них можно как бы да шутить как будто они там что-то хотят там украсть я не знаю но это все так поверхностно так без зуба и так очень безлико ни о чем что в общем то в чем разница между закрытым микрофоном и открытым микрофоном обидно что люди не видят разницы между этими двумя видами мероприятий по сути потому что ну это два совершенно разных подхода это противоположное как вы понимаете открытый и закрытый открытый микрофон это то мероприятие на которое может каждый записаться прийти выступить и проверить там материал либо же выступить впервые в жизни то есть там у тебя с тебя никакого нет спроса как с комика обычно он либо бесплатный либо очень дешевый и туда приходят просто люди которым нравится любой юмор который как правило сами думают заняться юмором и просто им интересно это уже чуть глубже по сути это когда происходит процесс написания шутки для там сольного концерта или для какого-то платного концерта для корпоратива ты должен как бы написал эту шутку попробовать ее озвучить потому что так как это в стендап и ты пишешь сам это все ну и придумываешь сам это тебя беспокоит возможно ты не угадал с темой возможно ты говоришь размытую формулировку тебя непонятно ты должен обязательно где-то ее вот так вот что называется проверить на люди и ну там чтобы там было хотя бы 10-15 человек минимально чтобы ты понял что не только ты один понимаешь о чем вообще речь в этой шутке просто увидеть только тебе либо это действительно заходят людям ну да конечно чем меньше выборка элементарно может сидеть там два столика будет пять человек и ты будешь говорить про какой-то фильм или сериал который все смотрели вокруг но вот эти вот конкретно люди которые сюда пришли они не смотрели и то есть ну но ты должен и сам понимать изначально то есть есть тут шутка или нет но тем не менее прежде чем ты и вставляешь какой-то платный концерт или используешь там где тебе платят деньги там где нужно сто процентов размещать людей ты ее как правило где-то читаешь несколько раз разных городах или на разных опыт майках или в разных заведениях вот и для этого существует открытый микрофон либо же например ты впервые в жизни решил там что-то написал ты вообще не знаешь это шутки не шутки просто ты вот написал тебе это кажется забавным кажешься себе смешным ты хочешь попробовать себя как комика и как бы деньги еще за это никто не готов платить но у тебя вот есть твои там три пять семь шесть минут зависит от количества участников от зависит от места ну как бы я понимаю что если люди едут там из хайфы например из других городов то понятно что я не буду их обрывать там на четвертой минуте все равно им там рассказать свои там пять шесть семь минут даже если они будут немного где-то там скучными или что-то еще вопрос и человек ехал столько времени стоит прошел такое до расстояние потратил как бы свое силы время все ему нужно хотя бы какой-то получить фидбэк и это понимаю и но все-таки если нужно время написать 15 минут материала а тебе дают везде прочитать по три ну по три минуты как ты над этим будешь работать ну допустим ты прощал три минуты у тебя выбросили там ну ты увидел что не смешная там минута хотя бы из этого у тебя остается 2 чтобы насобирать 15 минут ты сколько должен ну кататься это сложно вот поэтому у нас как бы просто позволяет и условия в нашем заведении позволяют делать open mic там до ночи до 11 до начала двенадцатого и в принципе как бы люди сами уходят сидят смотрят понимают что это будет за мероприятие правило открытый микрофон уже люди поняли ну вот но закрытый микрофон это соответственно когда приглашаются только те комики которые написали смешной материал которые хорошо держатся на сцене у которых точно что то есть смешное поэтому там обычно дороже вход ну и соответственно люди пытаются на этом уже зарабатывать ну как бы тоже в израиле например на русском языке зарабатывать деньги за комедию это вообще отдельный разговор но имеется ввиду хотя бы хотя бы это же вот именно комедия в чистом виде но хотя бы там отбить проезд элементарный там бар в баре пиво вот это которая выпьешь этот вечер ну хотя бы хоть что-то ну потому что одну закрытый микрофон допустим если там пять человек и в зале там 30-40 человек которые даже там по 40 шекелей заплатят все равно это 200-300 шекелей ты едешь куда-то ну ты пишешь этот материал ты не можешь один и тот же материал возить по 10 раз ну и это занимает время я же говорю 15 минут материала на закрытый микрофон написать не так-то просто нужно объездить очень много open mic'a нужно написать очень много материала чтобы потом у тебя какие-то вот были золотые там 7 10 15 минут какая разница между стендапом в израиле и странах если какая-то разница особенность ой ну конечно есть очень много в принципе все что мы считаем стендап в израиле то есть есть стендап на иврите есть стендап на русском стендап на иврите соответственно он здесь гораздо ближе к западному стендап и в принципе его можно назвать полноценным настоящим откровенным бескомпромиссным что ни на есть стендапом то есть здесь люди шутят обо всем ну комики местные которые шутят на иврите над религией над правительством над обычаями над соседями родственниками людьми вокруг в принципе никакой проблемы нет поэтому как бы стендап на иврите он конкретно на уровень повыше чем стандартно русском принципе даже например в странах снг вот разница есть также понятно и в юморе здесь есть просто разница менталитетов для зрителей в принципе даже на русском языке уже люди которые здесь прожили какое-то время они смеются не над тем над чем смеялись там потому что ну у нас например какие темы нарицательные считаются да там алкаши бомжи теща тупая жена это ну все так ну просто клише или там лопники те же вот да ну они все выглядят у нас там одинаково все сидят одинаково одеваются одинаково себя ведут и поэтому ну как бы эти клише присутствуют там здесь же например в израиле никто не смеется над геями но в плане если ты шутишь что геям быть плохо или там это как-то недостойно или как-то еще там что ты не дай бог там встретиться с геем или что-то еще я просто элементарно не поймут здесь общество абсолютно не гомофобное абсолютно открытое ну просто здесь как бы действительно геи не прячутся и ты видишь что своих друзей геев есть люди которые вообще никак не выделяю не отличаются от не геев от натуралов или что-то еще просто ну там эта тема закрытая ты не знаешь ничего об этом ты не знаешь что есть твоих друзей или может быть и знакомых там гей и тебе это кажется как будто это оборотень какой-то или вампир то есть что-то эфемерное какое-то существо которое вот ну а так здесь общество более открытый в этом плане опять же здесь не смеются над старостью здесь старик их правило уважаемые люди как правило чего-то добившиеся в жизни что-то имеющие за душой ну и в принципе как бы в своем уме еще и как бы их не нужно учить пользоваться телефонами у них есть все гаджеты они работают соображаются включают сделки там и так далее вот ну на пенсии жизнь не заканчивается поэтому как бы это не угнетенный какой-то класс то же самое там над женщинами ты ну ты как бы понятно что юмор между отношений как бы да между парнями девушками всегда это будет тема открыта вы просто контекст и как бы направление вектор юмора здесь другой плане как пишешь про девушку ну как правило нет уже такого как ну например есть там просто модель взаимоотношения у парней и девушек здесь принципе смена и другая нет такого что там мужчина самый главный все решает и только он там зарабатывает или там что-то еще абсолютно равноправие и понятно особенности есть все-таки у женского мужского пола но просто например сказать здесь что все девушки там дуры или тупые или не умеют водить или там что моя там жена опять разбила мою машину то есть это будет здесь не актуально нет тебя поймут ну о чем не посмеются просто это не так близко ты смеешься и нас понимаешь смех же нельзя подделать ну плане можно специально но зачем чтобы именно вызвать у человека непонимание не улыбку а именно смех то есть тут должно сложиться несколько обстоятельств должен спасибо подать тему неожиданно на нее выйти зацепить внимание правильно там чтобы тема была именно актуальная и подню и просто понятая типа но я понимаю что вот да есть такие люди а именно прожитое человек то есть попасть максимально в удачный какой-то тематический ряд логический ну чтобы человек увлекся ученый тебя слушала потом сломать его ожидания тогда он будет смеяться опять же если ты не понравишься человеку просто он не знаю визуально или по своим там по своей позиции или по своим там убеждениям своим высказываниям по своему голосу то он не будет смеяться как правило потому что ну просто он будет некомфортно слушать то есть те шутки которые бы прошли зашли бы в странах и сам где здесь они не зайдут и сперва и переложить тема надо все все верно да но к сожалению и наоборот тоже ну как бы здесь какие-то есть более тонкие моменты над которыми ты шутишь например там где-то да там битохли умеяли интернет рад что-то еще такое ну дело не в том что они не понимают перевода просто такие явления которые ты переживаешь только здесь даже репатриация или там что-то еще какие-то нюансы указываешь там опять же ли там особенность изучения нового языка там какие-то вещи они все равно как бы ну не поймут это так опять же ссылаясь тут на какой-то неблагополучный город например все равно ты представляешь себе другую картину ну например там если здесь говорим говорим здесь провод как вместо где не хотелось бы жить там дать человеку там из снг здесь в израиле то все равно слывает немного другая картинка не такая как там если ты говоришь про череповец или винницу понимаешь или там жетон ворщина или там что-то еще поэтому ну как бы здесь просто другое общество у него другие проблемы у него другие нарицательные персонажи и другие вещи высмеиваются как а какие-то которые у нас высмеиваются не наоборот здесь получаются чувстве и желание помочь потому что ну людям не смешно если не слышат что ты там бедный или там что ты там бомжевал или что еще они скорее тебе просто дадут денег скажет брат ну либо их это не будет веселить потому что возможно кто-то был там шаги от этого кто-то проходил через это когда там репатриировался или что-то еще ну как бы от тюрьмы до суммы не зарекайся почему ты решил заняться стендапом какая твоя цель мотивация мотивы интересно я тоже об этом много раз думал почему я решил заняться стендапом но не знаю как так складывалась жизнь в общем школе я любил острить на уроках я не прогуливал уроки учился хорошо но все время там не были проблемы с называемым поведением потом это продлилась там быть техникуме в институте но в техникуме я получается попал в актовый зал там где делали всякие капусту и для студенческая жизнь и как бы я понял что не умею ни петь ни танцевать ничего такого из этого вот творческого что все привыкли вот но в моменте у нас там была когда-то игра квн такая городского типа там наш техникум соревновался с другим техникумом еще несколькими вузами то есть именно высшими учебными заведениями местного разлива да 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 ну и я поучаствовал я понял что я умею писать шутки мы писали все вместе шутки там где-то выбирали мои там репризы их читал со сцены я услышал как прикольно смешить людей мне это понравилось я очень увлекся скажем так к веном дошел до определенных каких-то высот ну там все равно финалисты центральной лиги потом финалисты высшей украинской лиги мы там в частности я работал редактором потом двух лигах николаевской макеевской но потом еще в донецкой вот хотя из донецка казалось бы лучше бы начать с донецкой но так получилось что в таком порядке это все произошло вот ну и в общем какой-то был опыт связанный с юмором я потом работал какое-то время автором девяносто этом квартале выиграл просто распущи комика спросился на работу в общем был какое-то время там ну и в принципе в принципе с юмором был давно связан но в какой-то момент когда еще я жил в донецке у нас ну только как-то завирусилась это видео с эдди мерфи где он там шутит стендап какие-то небольшие вырезки и ну как бы мы об этом слышали только видели каких-то фильмах там какие-то отрывки из каких-то камеди там клаба это все происходит но тут мы увидели все пример того что человек один может долго и круто шутить разрывая зал там отыгрывая всякие чуды просто ну шикарно рассказывая такие темы не подбирая слов просто но открывая глаза на какую-то вообще человеческую сущность просто с шутками с ну с такими яркими это конечно произвело впечатление наши ребята то играл там в квн кто писал шутки для кого она стали как бы пробовать себя как стендап комики изначально это было такое более закрытое сообщество там основном были одни к венщики такие друзья в основном это было из дп и команд состояли там все комики прошло несколько таких вечеров людей становилось все больше и больше то есть зрителей из-за интересующихся и тех кто хотели выступать и в принципе как бы я когда выступил первый раз опять же это по такой схеме проходила несмотря на то что я уже был тогда редактором в лиге квн донецкой ну в стендапе ни разу не выступал я тоже должен был выступать на в этом микрофоне сначала чтобы попасть в основной состав как для резидентов и перед тем как выступают там 56 основных ребят всегда можно было выступить там двоим троим людям чтобы они ну попробовали себя и посмотреть как типа получается у них или нет если сильно хорошо получается то они проходят в основной состав и в принципе когда я первый раз это делал у меня просто было много шуток которые не вошли в квн и которые ну я могу на словах объяснить понимаешь здесь какая-то штука такая эта штука и вот здесь вот вот такая эта ситуация и это было смешно но в кв нет ну это никак не объяснить а надо было порвать какую-то делать декорации объявлять это номером там как-то это разыгрывать нет а тут как раз у меня был такой вот файл с теми шутками которые невозможно в кв новском формате было бы ну изобразить никак и как раз можно было бы рассказать и вот я просто этот практически рассказывал смотрел по компу так как у меня был такой небольшой на netbook да и в общем прямо с ними вот так вот читал оттуда шуточки и я в моменте понял что вот это вообще это во первых ну интересный жанр во вторых в то же время он сложный тем что он простой но в то же время вот он простой тебя есть микрофон тебе больше ничего не нужно вот твои мысли вот зал ты видишь людей ты с ними можешь общаться можешь пытаться там импровизировать и в принципе я почувствовал что это прямо ну мне по душе это прямо кайфове да это лучше чем ты там редактируешь свои шутки пишешь их отдельно там месяц чтобы потом пять минут показать эти шутки там среди множество людей опять же там по два три слова там тебе дают или наоборот у тебя там много слов кого-то мало там с кем-то ссориться спорить репетировать а тут ты просто пишешь сам себе репетируешь проговариваешь учишь текст и рассказываешь очень понял что это пушка формат возможно это мое я надеюсь до сих после в этом убеждаю потому что ну пока ты не стал вы себе ты не можешь говорить что ты смешной комик универсальный или там просто комедиан ну тут не хватает еще инфраструктуру элементарно просто например в большом каком-то крупном городе там и все говорят на одном и том же языке из города в котором там миллион жителей ну по-любому там можно в неделю провести там 5 6 7 открытых микрофонов можешь каждый день выступать на нового зрителя какого-то ну там это не обязательно будет там большие залы естественно пусть даже 20 30 50 человек разных каждый день ты можешь видеть их и конкретно корректировать корректировать доводить до ума все шутки блоки вот а здесь же ну нет такой возможности буквально несколько городов где проходят открытые микрофоны туда ходят либо одни и те же зрители на некоторые открытые микрофоны просто не ходят зрители к сожалению есть такая тенденция да вот у нас раз в месяц проходит открытый микрофон в хайфе это это уже мы к этому пришли раньше было там раз полтора два месяца опять же не всегда у люди успеют и успевать переписываться потому что нет здесь таких как бы комиков практически не знаю может быть там на пальцах можно пересчитать там или акселерот михаил шац кто зарабатывает исключительно комедии все остальные ну как бы работают и это комедия больше как хобби и поэтому заработать да ты не можешь просто целыми днями сидеть там и прописывать себе монолог ни о чем другом не думать как это мы делали например когда работали там в том же портале или когда там писали на фрилансе там на удаленном войну там еще там это было давно комедий club тоже мы всякие сторонние проект даже там уральские пельмени короче ну на фрилансе можно писать кому угодно и ну ты занимаешься только и расскажи как устроен стендап и где он проводится ну смотри получается каждом крупном городе есть какие-то свои организаторы иногда мы ездим друг другу в гости иногда ездим на какие-то организованные кем-то специальные мероприятия но в целом открытые микрофоны это база да где они проходят проходят в тель-авиве в основном в иерусалиме и в тель-авиве есть несколько стендап клубов которые это делают стендап из и яла балаган они проводят там опыт майки ну кстати вот появилась еще стендап губинами это тоже по сути проверками материала чем его разница там они делают как будто бы это закрытый микрофон куда берут только опытных элитных комиков они там читают по 15-20 минут на их там три-четыре человека за вечер вот туда нельзя записаться типа но можно напроситься и тебе разрешат ну либо же тебя там сами могут пригласить но смысла нет как бы тебя приглашать потому что написал материал ты готов его проверять ты спрашиваешь когда можно прийти вы приходишь в принципе это суд везде одна тот же открытый микрофон да например кстати вот тоже есть стендап алия они тоже делают теперь открытый микрофон и в тель-авиве вот мы иногда открытые микрофоны проходят под яме в принципе в блуждании там есть ну такое более тесное комьюнити скажем стендапа тоже как любого комьюнити в центре просто больше людей вот у нас в хайфе open mic и именно провожу я в основном но приглашаю и сами ребята сюда приезжают из центра яла балаган часто проводят здесь в частности вайл для свои вечера сейчас вот у нас каждым каждый день в апреле есть какое-то мероприятие здесь вайл для и из них там половина наверное мероприятий это стендап или около стендаперские подкасты подкаты всякие импровизационные там шоу все такое ну в этом месяце у нас например стендап из стендап из иерусалима кирилл селигей выступал наш был открытый микрофон есть какие-то конкретные комьюнити типа сообщества вот например яла балаган стендап из нас в хайфе плотно стендап вот но в целом остальные ну тоже это комьюнити не комьюнити то же самое организаторы как есть в крупных городах есть стендап кружок у нас например появился недавно вот репатриировался такой парень и нет на арии но и в хайфе в том числе том здесь собирал группу репатриировался такой парень там протас вот он занимался раньше там написанием корпоративных всяких стендапов под ключ вот а теперь сделал школу стендапа где он набирает людей которые хотят считать стендап но ничего в этом не понимают он им пишет выступления шутки под их образ под их внешность под их там деятельность под их мировоззрение вот они его учат он им помогает это ставить и ну как бы они себя пробуют на фоне в принципе как бы это вернул мы говорили что стендап что нужно писать себе и все такое но в целом как бы это позволяет человеку примерить для себя этот опыт да если он хочет дальше профессионально заниматься стендапом понятно ему придется научиться писать прокачивать скиллы и так далее но в целом просто прикоснуться как бы к этому но опять же тебе не запрещает писать себе шутки тоже то есть там здесь у тебя будет удачная шутка может это ставить тебе же выступление пожалуйста меньше работы вот но в целом он какие-то рассказывает основные ходы и все в общем какая-то подготовка в этом есть и это действительно интересно и если вы например хотите попробовать себя как комик то пожалуйста вот хотя бы такая опция то что появилась такая вещь как школа стендапом и кто-то реально может с тобой позаниматься не знаю сколько это стоит на самом деле но я думаю не очень дорого ну по-моему это хороший такой бонус но не в нари и в основном базе делаются там вот ну опять же ты открытых микрофонов там не проходят них отчетные концерты после того как курс заканчивается он где-то месяц этом четыре встречи и выпускной концерт получается вот они пока проводят такие концерты ну и в хайфе у нас тоже них проводят из хайфы есть уже выпуске не знаю одна по моему волна у него и 2 изнари получается в хайфе это база у вас это wild ну смотри не совсем не совсем так в хайфе мы очень долгое время уже ну получается семь лет практически делаем именно стендап таком виде потому что стендап его увидели по телеку он долгое время там переходил из к в на люди переходили на стендап потихоньку и принципе сейчас этот переход еще не завершился еще нужно объяснять что открытый микрофон закрытый микрофон что такое вообще стендап некоторые люди спрашивают по-прежнему находятся но всем лет назад это был нарезательный вопрос люди очень многие не знали что такое именно стендап чем это отличается что комедия вообще не комедия что это такое но в то же время как бы здесь после израильского кв на уже такие были ребята как владос влад слободов илья акселерот у них как бы потихоньку своя какая-то аудитория набиралась они до проводили открытые микрофоны в тель-авиве но съезжались все там со всей страны комики на тот момент не знаю адрина гольд файн вова шекель тогда пробовался в стендапе валера карасик вот но валера красит до сих пор шину занимается стендапом организовывает в иерусалиме там открытые микрофоны все такое влад слободов тоже ну еще даже более успешно он катается на гастролях с какими-то еще дополнительными участниками листом самостоятельно вот выступать будет у нас здесь малине со мной с вами явится из приезжим гостем нашим андреем калмачевским лучше беларусь у которого у которого получилось круто шутить стендапе беларусь который смог который стал успешным которого получилось ну таких немного буквально вот топ-3 это усович андрей калмачевский и слова комиссаренко ну наверное вот для меня давайте давно проводим стендап и мы проводили стендапы и в баре школа и в тех барах которые уже закрылись это там бейт-галерия бейт-бобо не из-за вас хоть ну надеюсь надеюсь нет синкопа вот был отличный такой бар как раз для живых поступлений он тоже но они все закрылись в основном на корону когда была корона очень много баров закрылась бар френдс он же queen по моему ну неважно я не помню почти все названия но это было на леонардо барчик прямо возле моря тоже было все круто сейчас долгое время мы проводим открытые микрофоны именно в вайлде но есть еще такой барнера он находится в нижнем городе там там просто меньше мест и там мы проводим закрытые мероприятия ну 30 человек там просто тоже все очень подходящий там хороший свет хороший звук и такое камерное уютное место и в этом как бы прикол получается эксклюзивно получается интересно просто нам атмосфера нравится в принципе в разные места ходят разные люди и ну как правило аудитория мало пересекается что удивительно потому что пример я выходил на стендап любое место я принципе так и делаю вот но самые пожалуй крутые концерты на сторону по-настоящему смешные с ними то дорогими артистами с узнаваемыми с узнаваемыми людьми с проверенным материалом проходит у нас в малине и не пока что стендапы такие проходят раз в два месяца есть и определенный прикол для выступающего и как бы зрителям я думаю тоже интереснее ты ближе как будто находишься к комику за его спиной нету этой ширмы куда он там уходит прячется он вот вышел он весь перед тобой ему он весь твой весь твой до максимально близко и плюс как бы возможность там до сидеть выпивать красиво культурно короче ночном клубе стендап еще и в таком ночном клубе там просто это все получается красиво организованно без технических проблем самыми крутыми смешными комиками с лучшими шутками как бы все подходят серьезно ответственно все волнуются все стараются и поэтому это ну самые крутые вечера ваня расскажи как попасть на стендап если ты хочешь быть в качестве зрителя ну смотри надо следить за афишами подписывайтесь на странице стендап сообществ это наша хайская комьюнити плотно стендап яла балаган этот телевик гуждан стендапист то же самое телевик гуждан ссылки будут в описании есть еще стендап алия есть стендап у ты мне есть кошерный стендап в принципе все они так или иначе проводят свои открытые микрофоны есть валерий карасик это человек который занимается этими микрофонами в русалиме если вы хотите систематически попадать на хорошие стендапы то подписывайтесь на страницу ночного клуба малины там будет постоянно проводиться какой-то новый новый стендап следите за афишами там есть ссылки на покупку билетов ну и в общем приходите ваня скажи если примеру я хочу быть в качестве не зрителя а хочу попробовать себя в качестве стендап комика с чего надо начать и как с тобой связаться или как это происходит если к примеру у меня есть материал я хочу попробовать или у меня нет материала я хочу попробовать чего начать окей если в общем материал есть тут все гораздо проще ты просто записываешься на открытый микрофон в любой стендап сообществ которые перечислил какой тебе ближе или какой тебе хочется ну опираясь просто на том каком городе ты живешь ли по городе ты хочешь попробуй быстро вот нужно записаться заранее это не сложно просто там в группе этих стендап сообществ ставишь плюсик момент когда тебя спрашивают и все ты записан приходишь у тебя есть три минуты если ты не смешной если будет получаться выступить 6 правило такое правило вот опять же ну где-то все равно тебе организаторы объяснять сколько готовить минут и какое у них конкретно идет там отбор будут ли они тебя прогонять со сцены или договорить все зависит от персональных организаторов все организаторы дают какие-то правила до того как ты будешь выступать ну да 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 как правило там это все описано в чате где ты записываешься ну если есть дополнительные вопросы спросишь просто у того человека который именно непосредственно организован ответственно да да вот ну а если у тебя нет материала то пишем материал ну с одной стороны дописать материал но опять же не помешает прочитать каких-нибудь книжек может быть какие-то посмотреть гайны какие-то картер самое известное самое популярное издание на тему написания шуток в принципе любые книги по режиссуре драматургии последние пару вопросов расскажи про украинский стендап развивается ли он тут на украинском языке и продвигается ли это вообще развита ли украинский стендап израиля ну смотри в принципе стендап украине он появился тогда же когда я появился в россии с той же самой передачи глобальной то есть до этого какие-то были там зародыши зачатки из того что я знаю например донецкий стендап появился до того как он появился на тнт вот в днепропетровске тоже появился довольно радостно так я больше не назову наверное же в киеве тоже что-то было но там просто был комедий клапе уэй возможно он просто забрал на себя все внимание и там поэтому особенно не развивался знаю что в днепре в одессе и в донецке точно был стендап норм ну вот после тнтшного стендапа появился в харькове там был стендап юмор лап в общем принципе какого-то центрального такого шоу на украинском канале которая бы продвигала стендап и там где были бы хорошие действительно сильные какие-то опытные комики наверное его нет данный момент но тем не менее хорошие комики есть в украине некоторые поехали потом россию например работать и выступать соответственно а некоторые все таки остались там украине это там денис голышев сергей середа это сейчас всех сходу не по вспоминаю но в целом стендап комьюнити в украине она довольно таки мощная я не знаю как бы настолько сильно повлияла именно война именно эти боевые действия на все эти стендап движения но в целом я все так слежу за страницами ну своих друзей из украинского стендапа они все кто-то даже уехал в европу и там делает стендап на украинском языке кто-то остался и делает его там естественно часто не шутят уже на русском совершенно шутят на украинском и в принципе ну в одессе и в киеве даже несколько организаторов стендапа вот поэтому ну в принципе стендап там есть что касается стендапа в израиле на украинском языке вот только с началом войны украинцы которые живут здесь почувствовали необходимость нехватку и на нехватку да именно украинской речи то есть ну концепта пошло разделение и некоторые ребята которые у нас выступали на русском в принципе стали выступать только на украинском языке и не знаю с одной стороны это хорошо с другой стороны плохо что они ушли из на ну как бы стендапа на русском потому что действительно это трудно совмещать если ты думаешь на одном языке ты пишешь шутки на одном языке если думаешь на другом языке соответственно на другом и переводить шутки в тупую как говорится с одного языка на другой это не всегда смешно и просто неинтересно элементарно для самого автора поэтому как бы стендапы начались на украинском и это хорошо это уже плюс насколько они перспективно будут развиваться ну слушай я вижу что на именно стендапы на украинском приходит сейчас больше людей например на открытые микрофоны чем на обычные открытые микрофоны просто потому что во первых они реже во вторых потому что в этом есть символизм и просто поддержка комьюнити просто как бы петры моему вичезненно вот поэтому собственно возможно как бы ну какая-то перспектива такая есть то есть теоретически если я хочу попасть на украинский стендап украинский открытый микрофон или закрытый микрофон на украинском языке это можно осуществить найти в израиле да 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 это 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 уже хотя бы осуществимо это хотя бы уже есть я надеюсь этого будет больше ну потому что просто в принципе чем больше стендапа и юмора тем лучше я отлично и говорю и понимаю украинский и русский язык поэтому мне только вообще ну по кайфу вот но я как бы вижу фидбэк в этом вижу в этом как бы в рост я думаю что пока во всяком случае существует вот такая ситуация и такой запрос и такая вот такое разделение и категорическое нежелание например говорить и шутить на русском языке по-любому это отрасль будет перспективной потому что украинцев здесь слава богу очень много в израиле но мне это душу греет просто украинцев ребят это был у нас выпуск стендап в израиле поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайк подписывайтесь на соц странички вани зуева я прикреплю обязательно в описании спасибо что досмотрели до конца если досмотрели до конца увидимся с вами в следующем выпуске пока пока